МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». В этом году Русская Православная Церковь празднует значимое событие 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Великому русскому подвижнику посвящены множество храмов России и, конечно, основанная им знаменитая Троица Сергиевая Лавра. В Брянской епархии также есть храмы, названные в честь преподобного Сергия Радонежского. Один из них находится в поселке Радица Крыловка города Брянска. Глава Боже, Господи, отца нашего Кирилла, святейшего Патерка Московского и всей Руси, И господина нашего высокопресвященника Александра, Митрополита Брянска и Севского, Да, поменят Господь Богу царствие Своем, Всегда на небесно и лови киньков. В конце XIX века в поселке, тогда он назывался Радица Паровозная, был построен храм Сергия Радонежского. На приходе имелась двухклассная церковная школа. После революции в 1929-м храм закрыли. До наших дней Сергеевская церковь не сохранилась. Войну он сильно пострадал от бомбежек. Колокольню еще при советской власти сломали. А потом он еще стоял, есть на аэрофотосъемках немецких. Он прям виден, и фотография старая. И после войны он уже сильно пострадал, был разбомблен, и его разобрали на кирпич. В советские годы жители поселка ездили на богослужения в брянские храмы. Пожилых людей причащали на дому. Бывал, отец Александр Збежич придет, у меня дома соберутся. По две очереди, по 25 душ причащал и исповедовал пост. Потом батька уже старый стал, начал зять его приходить. Зять тоже переехал в дядьково. Потом Александр сам. А потом был Александр еще Хомяков. Четыре дома у нас на радице было, где причащали старушек. Ну, кто хотел. Один раз в год причащались, исповедовались, соборовались люди. По домам. Бывало, придет, ну, людочки мои, как вы тут, опуховички мои, рядеете, рядеете. Батька старый был. Местные жители в своем поселке численностью более трех тысяч человек хотели возвратить храм. И по инициативе людей в 2013 году была создана православная община. Сначала поставили вагончик. И вот мы на территории парка, который прилегает к нашему Думу культуры, стоял вагон. И вот люди толпились при наклоненных полах, вот ходили и молились. Возрождение этого храма и территорию, это еще начинал батюшка Никита. Я была прихожанкой Тихвинского храма. Сюда у него ходила. И как-то мы ездили в Шамарди, и там продавался рядом дом. Продавался рядом дом. И я говорю, вот бы иметь дом рядом с храмом. И так получилось, что, наверное, по молитвам всех наших жителей, нашей Радицы, храм пришел к нам сам. Так получилось, что у нас теперь рядом. Мы ходим пешком с соседкой. Ну, иногда приезжаем, если уже так дождь или что-то. Непогода. А так стараемся пешком в храм, пешком с храма. Это доступно. В 2014 году Русская Православная Церковь праздновала большой юбилей 700-летия преподобному Сергию Радонежскому. И в Радице Крыловка был освящен закладной камень в основании нового храма. В центре поселка началось строительство Сергиевской Церкви. Денежку ходили, собирали, пожертвования. О, Богу люди помогали. Помогали. Пока строился храм, богослужения проходили в обустроенной молитвенной комнате в поселковом Дворце Культуры. Батюшка Владимир, когда пришел в наш поселок, тогда он пожалел людей и организовал службы. Зимой холодно было в клубе, проходили службы. Новый настоятель храма, священник Владимир Гришин, продолжил его строительство. Это мой первый храм служения. Меня рукоположили в 14-м году, в декабре месяце, 21-го числа в Диакона, 27-го числа в Иерее. И Владыка благословил сюда служить в Радице после Сорокауста. 6-го января мы уже служили здесь, в первую божественную литургию. Да, так и началось наше служение здесь, на этой Радицкой земле. На этом месте были стены, стены храма. Строился он как часовня, были стены и был гора с крышей наведен. Дверей не было, были окна вставлены, да. Нам пришлось потом делать, по благословению владыки нашего крыльцом мы здесь строили, мы пристраивали алтарь, делали здесь внутреннюю отделку, наружнюю отделку и благоустройство территории, благоустройство храма, которое и по сей день продолжается. Отец Владимир в храме с детства. Туда его привели верующие бабушки. С 25 лет он стал алтарничать в храме священника Мелхиседека, царя Салимского, в Большом Полпино. Храм тянуло и молитвы я читал. Бабушка, когда в детстве ее учила, всегда читал молитвы, когда страшно было. Я просто чувствовал, что Господь меня держит, помогает. В трудные минуты просто помогает. Вот эта вот юношеская молитва и детская молитва. Я всегда ощущал, что как бы я от Бога не отворачивался, он все равно со мной. Как только я начинаю читать какую-то молитву в какой-то период жизни, он всегда со мной. Ну и потом, когда уже вырос, я женился. Я знал, что я обязательно буду венчаться. И что брак мой должен был быть один на всю жизнь. И для этого нужна Божья помощь. И для этого нужно венчаться. Обязательно. Божье благословение на брак. Обязательно. Я это знал. И через три года, буквально в город наш приехал замечательный священник. Отец Сергий, Каноненко. Мы с ним познакомились. И я стал у него алтарничать. Это мне было 25 лет. За 25 лет я был алтарником в храме на Большом Полпино. В храме Милхиседека Терас-Алимского. Да, и мой батюшка, мой духовный отец, протеерей Сергий Каноненко. Путь к священству был постепенным и осознанным. До принятия сана отец Владимир более 20 лет занимался своим делом. Работа у меня была интересная, творческая. Но как-то 22 года мы с матушкой, у нас была фирма, бизнес. Мы делали мебель. И деревянную в том числе, да. Я член Зайзу дизайнеров в России. Как-то стало все просто неинтересно. Все, что хотел переделать, я уже переделал. Там три иконостаса, какие-то деревянные мебели, какие-то выставки. Что-то уже просто стало неинтересно. И дом построили четверо детей. Нужно было как-то что-то по-серьезному поработать. Все же захотелось чего-то настоящего. А настоящего на что? Ну, только служба Богу. Когда, собственно, и потерпеть надо, и потрудиться. И не ожидая никакой выгоды. Это самое интересное. Человек по-другому себя начинает вести, начинает чувствовать. И по себе начинает узнавать совершенно с другой стороны. Ведь когда все время за деньги, за деньги, за деньги как-то это. А когда во славу Божию, да. И происходят такие изменения серьезные. И с семьей серьезные изменения происходят. С детьми дети очень сильно меняются. У них перестает быть потребительское отношение к жизни. То, что называется золотой молодежью. Такой эффект золотой молодежи. Когда папа и мама работают, зарабатывают, что-то должны. Они должны. А тут сразу чек. И никому не должен. Сын, зять помогали. Очень много помогали. У священника Владимира с матушкой Дорофеи четверо детей и двое внуков. Они являются активными прихожанами нашего храма. Субботние и воскресные богослужения, это же праздники, двунадесятые. Они все в нашем храме. Младший сын алтарничает. Старший сын алтарничает. Дочка водит своих детей. Внуки тут бегают, веселят дедушку. Младшая дочка учится в Брянском духовном училище. На иконописном отделении. В этом году на день рождения он мне подарил икону святого равноподственного князя Владимира. Очень папу порадовало. Очень благодатно. И очень рад, что дочка связывает себя как-то с церковью. Пускай не напрямую служением, но это тоже служение. Слава Божией. Деревянный сергиевский храм по-домашнему уютный. Его украшением является уникальный по своей красоте резной иконостас. Он создан по проекту настоятеля храма, который является членом Союза дизайнеров России. Отец Владимир вместе с помощниками своими руками изготовил иконостас. Делали мы со своими домочадцами и помогали местные жители в установке. У меня и зять трудился на этом иконостасе, и сын. И я, собственно, принимал участие. И проектировал, и изготавливали. Ну вот медленно, но верно еще двигается. Еще нужно второй ярус и немножко третьего яруса. Александр Разин. Благодаря его усилию, вот у нас первый ярус, весь живописный. За мной икона находится Александра Пересвета. Это уже писала его ученица Анастасия. Продолжает его дело. Потихонечку иконостас пополняется живописными иконами. Верная помощница настоятеля на приходе его супруга. Матушка Дорофея руководит хором и вместе с батюшкой выпекает просфоры. Мы с батюшкой служим молебен на начало всякого дела. Призываем помощь своих покровителей небесных. Преподобного Сергия Радонежского и просфорников Киево-Печерских, Спиридона и Никодима. Поем им тропарики. Поем тропарик Богородицы. Ну и все, какие помним наизусть. Иже добродетели подвижник, Яко истинный воин Христа Бога, На страсти вельми подвязался, Иси в жизни временей, В пенях, в денеже, в пощениях, Образ быть твоим учеником. Тем же, иси ли сетя пресвятый дух, Его же действием светло украшен, Иси, но яко имея дерзновение Ко святей троице, Поминай стадо, я же собралась и мудре, И не забудь, яко уже обещался, Иси посещая чад твоих, Сергия преподобный, Отче наш. Матушка Дорофея руководит и церковным хором. До этого она многие годы пела на клиросе В храме во имя священника, Бога Вышнего, Мелхиседека, царя Салимского, В Большом Полпино, Затем окончила регенское отделение Брянского духовного училища. Когда стал батюшка настоятелем, Пришлось руководить хором, Не просто ходить петь, А пришлось руководить хором. Потребовали знания дополнительные. Хотя, как уставщик, Я уже достаточно хорошо знала службы, Ну, нужно было что-то уточнить, Что-то узнать, Возникали всегда вопросы, Всегда же нужно учиться, И никогда не поздно учиться. Это образ жизни, То есть то, что необходимо, То и делаешь. Нужно петь, значит, надо петь. Нужно петь, значит, нужно печь. Нужно грядки положить, Значит, иди грядки поле. Тут вопрос не то, Что хочется и нравится, А то, что нужно. Хор состоит из прихожан, Которые ходят в церковь Практически со дня образования Православной общины. Любовь Николаевна у нас Старейший участник клироса, Скажем так. Все праздники, Все службы, Всегда она со мной. Мы все время поем с ней, Даем. Ну и в процессе По разным дням бывает, Еще приходит. В целом у нас Шесть человек, наверное, На клиросе. Поют во славу Божью, Поют с любовью, Поют с душой. Углажаем тебя, Предподомный Вочерь наш Сергей, Ищи святую Павленкою, Наставниче монахов, И собеседниче, Павленкою. Приходив в храм, Радует глаз красивой клумбы. Яркими цветами пестрят розы, Лилии, ухоженные кустарники. Прихрамовая территория, Словно церковная сень, Которая приглашает людей На общую молитву И помогает им оставить за порогом Всю житейскую суету. Церковная ограда Это то место святое, Где люди приходят, В которое люди переступают, Приходят за одной целью. Чтобы помолиться Богу, Освободиться от каких-то Житейских невзгод, От житейских трудностей. Место, где люди приходят Не ругаться, не ворчать, А именно поговорить с Богом. Поэтому эта территория Чисто церковная, Чисто Божия. Она принадлежит Богу. То есть весь мир, конечно, Принадлежит Богу, Но особенно то место, Где находится храм. Это святое место. И поэтому мы должны Ее возделывать, Прежде чем, как Эдемский сад. Ведь земля это что? Подножие ног Божьих. А небо это престол Божий. И вот мы здесь Для того, чтобы ухаживать За землей Божьей. Весь мир мы не можем ухватить. А вот то место, Где находится храм, Место Эдемского сада, Храма мы можем возделывать. И вот мы так его и строим, Так его благоустраиваем, Так его планируем, Чтобы у нас был все-таки сад, Сад с плодами. И сад цветов был. И чтобы была резкая площадка. И чтобы это все выглядело Так как вот Благоухало, Как в Эдемском саде. Ну, потихонечку получается. На церковной территории Есть чем заинтересовать детей. На резкой площадке Мы хотим сделать Небольшую, Маленькую крепость. Там у нас есть Пушка, Мортира уже есть. Из нее мы даем салюты. Там даже на ней есть дата 1783 год. Это дата основания Брянского завода Арсенал. Екатерина В 1783 году Подписала указ Об основании этого завода. И как будто Начали они выпускать Мортиры. Потом пушки Шестифунтовые Единороги. И так вот Маленький музей Патриотический, Чтобы у нас был Со стремя пушками. Планируем, Чтобы были три пушки. Макеты, конечно. Настоящие макеты. Дальше И человек Когда пойдет налево, Он увидит Такую маленькую беседку. Летом Это беседка. А зимой Это у нас Рождественский вертеп. Там у нас Ростовые фигуры Матери Божьей, Спаситель, Ясельки, Сено, Антураж. Есть там Бычки, Коровки. Встречает При входе В этот вертеп Ангелы С трубами. Все это Красиво светится. Зимой Людям очень нравится. В этом году Мы первый раз Его устроили. Прямо фигуры Большие, Ростовые Матери Божьей. И можно зайти туда Сфотографироваться, Прямо присесть. И люди Прямо получают Очень большое удовольствие, Потому что Прямо Соприкасаются С этим событием. И даже Когда Уже Не было Богослужений, Он долго стоял На целый месяц. Люди Вечерами приходили С подругами, С друзьями Приводили Со всех окрестностей И фотографироваться. И так всем нравилось. Прямо снег падает, А вертеп Стоит и светится. Очень хорошо, Очень благодатно Получилось. Если пройти Дальше налево, У нас там будет Начинаться Непосредственно Наш сад. Будут плоды, Вишни, Яблоки, Груши, Еще несколько орехов. Планируем Белку завести. Когда орехи Разрастутся, Чтоб белка ела орехи. И любой Может прийти В сад Полакомиться Какими-то плодами. Дети очень любят Бегать, Что-то срывать, Что-то кушать. Лужайки, Газончики. Основная Забота Прихода Сегодня Это строительство Каменной ограды. Мы делаем его Не высоким, Но все-таки Хочется, Чтобы Церковная Града Была похожа На церковную Граду, Чтобы никому Не возникало вопрос, Что он видит. Селяне Люди трудолюбивые, Работы много И дома, И в храме, Но прихожане Находят время Послужить Богу Своим трудом И вместе С настоятелем Создают красоту. Батюшка сказал, Все, кто не на работе, Стараются, Приходят, Да. И батюшка, У нас такой, Хлебосольный, Он всегда старается Поработали, Чайку пойдемте Попьем. Вот мы из вагончика Тертрапезную Сделали у нас Теперь уже маленькая, Но своя, Как говорится, Чтоб не в храме. Все очень хорошо у нас. Местные мужчины Помогают строить Каменную ограду И надвратную звонницу. К счастью, Или может быть, К сожалению, Строительные бригады У нас никак не получается. Мы строим своими силами. У нас находятся Местные жители, Которые Отдают свое время, Отдают свои силы, Отдают свои душевные порывы На строительные колокольни. И мы используем Все возможности, Когда два дня в неделю, Когда три дня в неделю, Когда в четыре Строим. Собираем со всего мира Эти деньги на кирпичи, На раствор, На стройматериалы И строим своими силами. Есть люди, Которые хотят Что-то сделать, Что-то потрудиться, Оставить свой след В истории поселка. Причем, да, Очень благодатно Потрудиться не для себя, Потрудиться для других. Я сейчас В настоящий момент Пенсионер. Пенсионер. Проживаю Один, Один Жену похоронил В прошлом году После ковида. Ну и решил Посвятить Служению Церкви. И Оказываю Посильную помощь В восстановлении Нашего храма. И оказываю Посильную помощь Нашему отцу Владимирому. Потому что Благодаря Ему Я и начал Посещать храм. Начал Приобщаться К вере. Приобщаться К Господу Богу. В настоящий момент Восстанавливаем Забор. Забор. Потому что Неоднократно Нашу красоту, Которую вы снимали, Портят Животные Которые Заходят Через Временный Наш забор. Поэтому Отец Владимир Решил построить Хороший забор Красивый забор. Помогаю Восстанавливать Восстанавливаем Ворота Повесили Решетки Повесили Сегодня Колокола Колокола И Работы Предстоит Еще очень много Планы У батюшки Очень большие Поэтому Чтобы Воплотить В жизнь Необходима Конечно Ему Помощь. Кода Три назад Или четыре Мы просто В храм Зашли И как будто Я зашел И я понял Что как будто Вот тут Мое Ну как бы Это вот Все А еще Был на литургии Это меня вообще Просто Конкретно Я понял Что да И сейчас Я понимаю Что Вот Еще Познавать И познавать Но Здесь Смирение В крутости И Я так Мы довольны И Жена И Дети Потому что Вообще Слава Богу И до конца Наверное Теперь Дней своих Будем Славить Господа Приходим На службы И Это самое Вот Ну Газончики Прокашиваем Ну и естественно Вот это вот Когда Вот это Строили Здесь кирпичи Подавали Носили Ну в общем Цемент мешали В общем Так вот Это чисто так Вот От позыв сердца И Если делаю что-то И Для себя Мне всегда такое Если делаю Я делаю как для Господа Потому что Ну Делать или не делать Вот Все Престольному празднику В юбилейный день В 600-летие Обретение мощи Преподобного Сергия Радонежского Завершилось строительство Надвратной звонницы На нее были Выдружены колокола И уже На престольное торжество Селян созывал Мелодичный Колокольный звон В сергиевском храме Сложилась крепкая Дружная община Которая с теплом Встречает новых прихожан И помогает друг другу Здесь появились И свои традиции Когда к нам приходит Новый человек Мы видим Что это новый человек Все говорят Ой, как у вас хорошо Как у вас все слышно Все понятно Стоят литургии Слышишь все Что делать Что Вот Ну Может и не прийти Потом Ну Мы рады Мы рады Когда люди приходят Община Да Да Сложилась община И все время Батюшка нам говорит Непрестанно Молитесь Господу Богу И за все Благодарите Что мы делаем Благодарим Господа Бога Что у нас В поселке Есть храм На этом наша передача Подошла к завершению Дорогие телезрители До новых встреч Да хранит вас Господь Субтитры подогнал «Симон»